ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Здравствуйте. Привет. Ты откуда? А какая разница? Ну, разница большая. Если ты из Беларуси, это одно, если из России, другое. Я из Беларуси. Ну, вот. А что ты стесняешься это сказать? Не, ну а к чему такие подробности? Кстати, ты Беларусь называешь Беларусь или Беларусия? Ну, конечно, первый вариант. И вы меня, типа, проверяете, что в России горит Беларусь? Мне интересно, твой, ну, насколько ты, так сказать, насколько ты Беларусь. Ну, можно к вам теперь вопрос? Давай. А что вы тут делаете? Вы как-то слишком интеллигентно выглядите. Что вы тут спрашиваете? Позицию людей? Да, да, конечно. Я провожу соцопрос. Ой, я хотел только что сказать. Да, отношения, отношения людей к войне между Россией и Украиной. И как результаты пока? Ну, результаты, ну, каждый, сколько людей, столько мнений, ты же знаешь. Ну, а в какую сторону больше? Сегодня я с беларусом не с одним говорил. Вот у тебя, как ты относишься к этой войне? Ну, я, наверное, не могу говорить, а то вдруг приедут за мной. Это правда. Если ты, если твой ответ не будет соответствовать официальной политике Беларуси, то ты этим рискуешь. Это правда. Поэтому я абсолютно не буду настаивать на ответе твоего. Ну, хорошо. Хорошо, ладно. Будем считать, что я тебя понял, а я пойду дальше. Ой, опять привет. Переключился он. Не, ну, слушайте, людей в Беларуси я понимаю на самом деле. Там, вы знаете, расправляются с неугодными, по моим наблюдениям, даже жёстче, чем в России. Даже жёстче, чем в России, там жёстче ведётся эта политика. Как это не, может быть, не странно звучит, потому что в Беларуси, опять же, по моим наблюдениям, намного больше людей, сочувствующих в Украине, а не России. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы из какого города? Кингисепп. Это где? Геннеград, ну, Санкт-Петербург. А, серьёзно? А, тогда, подождите, это, судя по названию, где-то на финской территории бывшей, да? Ну, где-то там. Или вы точно не знаете, где ваш город расположен? Вы серьёзно так думаете, что не знают? Я вас спрашиваю, как по отношению к Питеру, куда он? На север, на юг, на запад, на восток? Нет, он не ближе к финской границе, нет. Что нет? Не близко к финской, он дальше, ну, ближе к центру. Он от Питера на юг или на север? К югу, не к северу, не к финской границе. То есть на юг от Питера? Ну, конечно. Вы, вы, с вами всё в порядке, нет? У меня телефон упал. Мне показалось, что у вас что-то в голове перещелкнуло. Вы так думаете? Я говорю, мне показалось, что у вас что-то перещелкнуло в голове. А кто вам дал право так говорить? А у кого я должен просить право на то, что мне высказывать? Не, подождите, кто вам дал право так говорить? А кто мне не давал право так говорить? А кто вы прав так говорите? Вы пьяная? А вы? Я нет. Ну, так и я нет. Почему еще так? Похоже, что вы пьяная. Ну, подожди. Я? Смотрите, я не имею полное право сегодня выпить, потому что у меня сегодня день рождения. Я же не говорю, что вы не имеете права. Зачем вы мне соврали, что вы не пьяная? Подождите, я не пьяная. Я выпившая. Выпившая. А в чем разница между пьяной и выпившая? Пьяная, когда вообще неадекватная. Ну, так это ровно про вас, вы знаете. Серьезно? Да. А вы? Я не пьяный. И не выпивший. Алло, алло, не зависай. Эх, жалко. Интересная была особь. Хотела у нее про флаг порасспрашивать, что у нее дома. В углу стоит флаг прислоненный. Интересная. Мадам была для разговора. Ух ты, опять вы? Здравствуйте. Здрасте. Когда мы с вами говорили? А у вас как-то ролик был. Ни рыба, ни мясо. А это про вас было, да? Вроде про меня. И что, вы с этих пор выбрали, кем вам быть? Рыба или мясо? Ой, вы знаете, позиция осталась той же. Ни рыба, ни мясо осталась позиция. Понимаю. Пускай будет так. Ну, хорошо. Если вам, если есть добавить вам, может быть, каких-то овощей там или фруктов. Или вы так белком животным и остаетесь. А вот почему вы так поменяли свою риторику, а в прошлый раз вы довольно любезно общались. Я и сейчас с вами любезно общаюсь. Это я с иронией говорю. Я же вас не оскорбляю никак. Смотрите, рыба и мясо – это животный белок, правильно? Эге-ге. А, блин, жалко. Жалко, он убежал. Или сорвалось, не знаю. Рыба и мясо – это животный белок. Я чисто с точки зрения нутрициологии хотел узнать. Может, он добавил там каких-нибудь других питательных веществ. Жиров, углеводов. А он что-то вроде обиделся, непонятно. Сейчас, утречка. Доброе утро. Привет. Я из Казани. Вы отеля? Я из Калифорнии. Ну и как там в Калифорнии? Жарковато? Или холодно? Сейчас зима живет. Жарко, сварко. Нет, нет. Калифорния находится в этом полушарии, поэтому в Калифорнии тоже лето, как и в Казани. Понятно. Это в Южном полушарии сейчас зима. Да, да, Южная Америка, да. Это, я хочу сказать. У нас тоже жарко было. Вот так второй день более-менее нормально, 26. А до этого тоже под 40, жара была. Сейчас вот тучки, нормально. Давно обитаете в Америке? Да, давно уже, 25 лет. Что-то я вас плохо вижу. Вы, у вас одни глаза видны. Вот, а так лучше. А откуда сами переехали? Я родом из России. Ну, Россия большая. Из Сибири я родом. Сибири, да, ясно. Не приезжали в гости в Россию? Приезжал, конечно, до некоторых пор. А что не приезжать? Сейчас в России вообще не узнать. 25 лет назад это была другая страна. Другие города были. Я согласен с вами. За 25 лет Россия из страны, в которой была надежда на какое-то демократическое будущее, превратилась в чисто фашистскую страну. Я согласен с вами. Заменились полностью. Это ваше мнение. Вот американское действительно фашистское государство. Какая демократия? Вот ты белый человек. Иди в негритянский. Заши зайди в квартал. Тебя там ограбят, убьют. Альфия тратит. А я в любой республике пойду ночью. В Чечню, в Татарстане живу. Любую. Меня никто не тратит. Никто. Мне будет интересно, как ты пойдешь... Я примерно скажу, что Путин, я не голосовал. Как ты пойдешь... Мне нахуй Путин не нужен. Тихо, ты не ругайся, Матон. Вот ты типичный, типичный. Не ругайся, Матон. Понимаешь? Не ругайся, Матон. Я не ругаюсь. Смотри, если ты пойдешь в тувинских поселках где-нибудь ночью зайдешь, тебя там не только ограбят, тебя там еще просто грохнут. Вот понимаешь? О, ну вот понесло, понесло человек. Ну, че ты подгорел? Чего ты? Ты ему подожди, 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 подожди. Ну, че ж ты... Он взорвался, блин. Одинаково говорит. Ничего не одинаково. Человек вроде начал нормально, а потом понесло его. Но мат на оскорбление, но... Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Москва! Субтитры подогнал «Симон»!